В селе Красный Восток Малокрачевского района состоялось выездное заседание участников федерального проекта «Выбирай свое» на тему СВО «Тыл» и «Фронт едины». Оно проходило на швейной фабрике, производящей вещевую продукцию для государственных нужд. С работой обособленного подразделения воен-текстильпрома ознакомился Илья Баташев. В швейном цеху фабрики не смолкает шум оборудование. Все белье армии России производится на Красном Востоке, с гордостью отмечает директор швейной фабрики Ринат Хутов. Он провел экскурсию по предприятию и познакомил гостей с основными этапами производственного процесса – белья, костюмов и халатов для врачей и другой производимой продукции. Предприятие оснащено новейшим оборудованием с программным управлением, но часть производственного процесса осуществляется умелыми женскими руками. За четкими и выверенными движениями швей с интересом наблюдал участник СВО Замир Гусов. Получил ранение в ходе боевых действий и находился в госпитале. И я бы никогда не подумал, что все эти пододеяльники, наволочки, все медицинские бахилы, медицинские халаты – все это делается у нас здесь, в республике. Причем в таких огромных количествах. И знаете, когда смотрят и думают, может это какие-то аппараты делать, специальные роботы 21 века. А тут нет. Тут надо ценить этот труд. Труд здесь ценят. Зарплаты начинаются от 42 тысяч рублей. Далее в зависимости от квалификации и должности работника. Сейчас в стране возрождаются системы чествования и почитания людей труда и тружеников тыла, поощрения и другие меры социальной поддержки. Отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательства Народного собрания республики Игорь Гонов. Когда рассматривался титул «Труженик тыла», это вы помните после Великой Отечественной войны, там шли достаточно серьезные преференции в плане социальной поддержки. Там были и дополнительные единоразовые выплаты, и были постоянные выплаты, и были ордена и медали труженикам тыла. Я думаю, не сегодня-завтра этот вопрос уже стоит на слуху руководства страны и будут отдельно отмечаться люди, которые сегодня работают на производствах, именно ориентированных на специальную военную операцию. На выездном заседании участников федерального проекта «Выбирай свое» на тему СВО «Тыл и фронт. Едины» обсудили социальную поддержку работников, юридическую защиту их трудовых прав, другие вопросы социального характера. Формат выездных заседаний будет продолжен на других предприятиях республики, говорят организаторы. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.